Привет, друзья! Сегодня мы разберем индикатор опционные страйки в платформе Trading Volume Terminal. Данный индикатор помогает нам увидеть уровни, на которых сосредоточено большое количество открытого интереса по опционным контрактам. Для того, чтобы активировать инструмент, мы заходим в меню индикаторы, выбираем опционные страйки, здесь нажимаем активировать, плюс можем добавить информацию по стоимости опционов PUT и CALL на данный момент. Она отображается над данными по открытому интересу на каждом страйке. Соответственно, эта информация, она обновляется в режиме Real Time. Вы можете ее использовать также для торговли опционами, чтобы достаточно быстро принимать торговые решения. Кто торгует фьючерсами, данный индикатор очень полезен, соответственно, для того, чтобы видеть ориентиры определенные для остановки ценового движения, также для более четкой установки стоп-приказов и для отработки, когда появляются точки входа, соответственно, по HFT объемам. Мы также можем видеть, в особенности, когда они появляются на уровнях максимального открытого интереса по опционным контрактам. В зависимости от нахождения рыночной цены опцион может быть или в деньгах или вне денег. То есть, если крупные игроки набрали большой открытый интерес по опционам и цена движется в область, которая называется в деньгах, то есть, соответственно, если цена будет двигаться ниже вот данного страйка, соответственно, опционы, которые были проданы на этом уровне, они станут в деньгах. И маркетмейкерам или крупным трейдерам, которые продавали эти опционы, эту страховку, им, соответственно, невыгодно, чтобы такое происходило. Потому они предпочитают не пускать цену ниже за этот страйк, на котором накоплен значительный открытый интерес. Когда в этой области появляется HFT объем, соответственно, это указывает на то, что происходит сделка между крупным игроком и маркетмейкером, и это может быть остановка ценового движения. И большая вероятность того, что произойдет отскок, соответственно, можно зайти в позицию с достаточно приемлемым соотношением риск-прибыль. Когда цена идет наверх, также она может не подойти к достаточно большому страйку. Мы видим здесь по опционам колл. Соответственно, если бы цена перешла данный страйк, все опционы, которые проданы на этом уровне, они оказываются в деньгах. Продавцам опциону этого невыгодно. Соответственно, они могут либо хеджироваться, что означает покупать фьючерс для того, чтобы занейтралить дельту. Кто знает и использует дельта-нейтральные стратегии. Но если вы не разбираетесь в опционах, вы просто должны понимать, что на данном ценовом уровне может быть разворот движения, так как здесь произошла кульминация покупок, либо кульминация продаж. Соответственно, та тенденция, которая была до этого, она может развернуться и уже будут преобладать те игроки крупные, которые приняли данный объем. У нас присутствуют данные по опционным страйкам на самых ликвидных инструментах. Это нефть, это природный газ, евро, фунт стерлингов, иена, S&P 500, золото и серебро. Наиболее актуальная, конечно, информация там, где опционы более-менее ликвидны, потому мы именно их отображаем, потому что где неликвидные опционы, данная информация, она не несет определенные ценности. Соответственно, вы можете использовать данные уровни как для торговли опционами, так же само для анализа фьючерса, для того, чтобы более точно и более детально оценить, что на самом деле происходит на том или ином ценовом уровне. Желаю приятного пользования и полезности данного индикатора. И до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok